Доброе утро, дорогие телезрители! На календаре четверг, 26 июня. Сегодня в выпуске вас ждет рубрика «Завтракаем вместе». Мы продолжим любоваться на дефиле участниц конкурса «Выпускники-2014». Отправимся к ребятам из лагеря 229-й школы и понаблюдаем за их участием в веселых стартах. Но это чуть позже, а пока о серьезном. Сегодня, между прочим, международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. История борьбы с распространением наркотиков или, по крайней мере, попыток как-то контролировать их оборот насчитывает уже более 100 лет. Дорогие друзья, мы за здоровый образ жизни, так что вперед, на зарядку! Доброе утро! С вами спортивный клуб «Манго». Меня зовут Людмила, и сегодня мы продолжаем нашу зарядку с фитболом. Сегодня мы активно постараемся проработать мышцы спины. Здесь очень важно соблюдать прогиб. То есть опускаться грудью вниз и подниматься наверх. Ни в коем случае не округляйте спину. Тем самым вы, наоборот, будете травмировать ее, а не напрягать. Поехали опускаемся вниз. Это называется обычная тяга на прямых ногах. Здесь мы ее немножечко разнообразим, добавим мышцы спины. Опускаемся вниз, вытягиваем мяч вверх. Опускаем вниз и делаем подъем наверх. Снова опускаемся. Волк, выдох, вдох. И на усилие снова выдох. Снова вниз, наверх, вниз, подъем наверх. Еще один. И мы добавляем дальше. Добавляем скрутки. Подключаем косые мышцы живота. Опускаем вниз, делаем скрутку направо, вниз и снова наверх. Раз, два, три, четыре. И не забывайте, что вы должны удерживать мышцы живота спины и очень-очень прямую спину. Снова выдох и наверх, вдох. Еще два повторения сделаем. Поднимаемся наверх. Заключительный раз мы делаем налево. Раз, два, три, четыре. Приключаемся дальше на мышцы ног. Оттягиваем мяч вперед, вбиваем колени и поднимаемся наверх. Снова делаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. В данном случае мяч помогает. На него все-таки приходит 10%. Вес тела, это руки. Мы их немножко разгружаем. И очень хорошо прорабатываем мышцы годится. Опускаемся вниз. Сделаем еще четыре повторения. Три, еще два. И один. Предлагаю все это соединить. Поднимаемся наверх. Поехали. Раз, два, три, четыре. Справа. Раз, два, три. Снова наверх, снова спина. И добавляем косые мышцы. Опускаемся вниз. Поехали на приседания. Четыре, три, еще два. Оп, и один. Отлично. Подтяните снова вперед. Подтяните ноги. Отдохнем спина. Отдохнули. Поднимаемся наверх. И поднимаемся. Правую руку подтянули. Смотрели на левое плечо. Наверх. И потянулись слева руку. Посмотрели на правое плечо. Поднимаемся наверх. Присядем. Отдохнем. Потянем хорошо спину. Ладошки вместе. От грузи толкаем вперед. Выдох. Глубокий вдох. Наверх. Выдох. Грудной прогиб. Очень активно. Потянемся вперед. Пустим голову вниз. Сделаем плечи круг. Ну, а на сегодня это все. До новых встреч. Увидимся. Пока. Зарядились. Пора и подкрепиться. Хочу привести один интересный факт о еде. Занимательный пирог испек кондитер из Италии. Эньо Гениджо. Грандиозная выпечка состоялась по случаю открытия нового ресторана. Масштабы уникального блюда поражали. 6 метров в диаметре. Слоеный пирог был настолько огромен, что кулинарное мастерство пекаря удалось оценить 2000 горожан. Ольга Орлова в рубрике «Завтраком вместе» тоже испечет пирог. Правда, не такой огромный. Доброе утро, друзья. Сегодня мы с вами будем готовить пирог «Осенняя мелодия». Для «Осенней мелодии» нам потребуется 2 стакана муки, 1 стакан сахара, по полстакана теста и начинку, 180 граммов сливочного масла или маргарина, 5 яиц, 1 в тесто, 4 в начинку, 1 чайная ложка разрыхлителя теста, 750 граммов нежирного творога, 2-3 яблока, 4 чайные ложки крахмала, корица и соль. Готовим. Делаем тесто. Смешиваем одно яйцо с сахаром, половину стакана. Добавляем размягченное масло или маргарин. Добавляем муку, разрыхлитель, щепотку соли. Вымешиваем до однородного состояния. Форму смазываем маслом. Теперь раскатываем тесто довольно тонким слоем. И выкладываем его в форму. Для творожной начинки смешиваем творог, сахарный песок, крахмал, яйца. Получившуюся массу выкладываем поверх теста. Очищаем яблоки от кожуры, вынимаем сердцевинку и режем тонкими дольками. Вставляем их в творожную массу друг за другом. Посыпаем корицей. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Только не говорите, что у вас нет утром столько времени на приготовление завтрака. Испеките пирог вечером и пусть он ночует в духовке. Все равно ему нужно остыть перед тем, как его разрезать. Так что записывайте ингредиенты. Для осенней мелодии нам потребуется 2 стакана муки, 1 стакан сахара, по полстакана в тесто и начинку, 180 граммов сливочного масла или маргарина, 5 яиц, 1 в тесто, 4 в начинку, 1 чайная ложка разрыхлителя теста, 750 граммов нежирного творога, 2-3 яблока, 4 чайные ложки крахмала, корица и соль. Еще раз вам напоминаю, перед тем, как разрезать пирог, обязательно дайте ему остыть в форме, чтобы творог схватился и пирог не рассыпался. Рецепт «Осенней мелодии» ищите на сайте trkz.ru. А я, как всегда, желаю вам приятного чаепития. А завтра Ольга приготовит ленивую овсянку в банке. После завтрака, конечно, не рекомендуется заниматься спортом, а вот понаблюдать, как это делают другие, можно. Давайте отправимся в детский лагерь при 229-й школе и посмотрим, на что способны юные спортсмены. Лето, каникулы. Хочется забыть обо всех заботах и отдохнуть. Кто-то укладывается на диван и проводит все свободное время в горизонтальном положении, кто-то уезжает на море, а самые продвинутые отправляются в городской лагерь. Скажи, как тебе в лагере нравится? Мне в этом лагере очень нравится, потому что здесь добрые воспитатели, очень весело. Мы здесь ходим и на мультики, и в библиотеку. Самый лучший отдых – активный отдых. Это правило ребята соблюдать не забывают, поэтому каждый день их ждет что-то интересное и запоминающееся. Ребятам из лагеря при школе номер 229 скучать не приходится. Сегодня, например, у них проходит спортивное мероприятие «Старт и надежд». Командный бег, прыжки со скакалкой, броски в кольцо и многие другие игры сплотили ребят, научили их помогать друг другу и поддерживать товарищей по команде, а также подарили море впечатлений. Все болезни, солнце, воздух и вода, от болезней помогают нам всегда, от всех болезней нам болезней. Солнце, воздух и вода. Боже веселый, настоящий чемпион, много песен, много шуток найдут. А кто печально нос болезни будет сразу поместен. Сегодня был один спорт, было так весело, интересно, здорово. А что больше всего понравилось? Мне понравилось попадать в кольцо. Мне понравилось, где обрычки и все, как бы перебегали с мячом. Даже если у кого-то что-то не получалось, даже если кто-то отставал в командном беге, никто ни на кого не обижался. Скорее наоборот, переживали и старались помочь. Этого и добивались организаторы соревнований. Чтобы ребята поняли, как важно работать в команде. Сегодня соревнование общекомандное. То есть каждый ребенок в команде 15 человек, он вносит свой результат посильный. И это первое. Второе. В этих соревнованиях ребенок может победить себя. Он может победить соперника. Он может победить секунды. Понимаете? То есть улучшить свой результат. Это второе. И третье, конечно же, это такой большой праздник, где дети сегодня соревновались под девизом «один за всех и все за одного». И как они сегодня дружно ли все выполнили правильно, поддерживали ли они друг друга, помогали. Сегодня это, конечно, самое главное в соревнованиях. Да и не только в соревнованиях. Умение действовать сообща – залог успеха в любом деле. Умение действовать сообща поможет и в конкурсе выпускники 2014. Дорогие друзья, голосование за участников состязания в самом разгаре. Выбирайте самых достойных на сайте городзе.инфо. А мы, в свою очередь, напомним вам, как наши прекрасные выпускницы дефилировали на красной дорожке. Дорогие друзья, голосование за участников состязания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение дефиле выпускниц чуть позже, а пока поговорим о погоде. Самым жарким днем взял всю историю мира является 17 января 2013 года. Эти сутки стали почти невыносимыми для двух городов Австралии. Канберры и Сиднея. В первом из них самой высокой отметкой на термометре стала температура плюс 41,6 градусов. Во втором плюс 45 градусов. В аэропорту Сиднея было зафиксировано плюс 46,4 градуса Цельсия. Люди опасались выходить на улицы, так как уже в 6 утра все практически плавилось от высочайших температур. Надеюсь, у нас такого не будет. Рубрика «Народный прогноз». Доброе утро! Сегодня 26 июня, четверг. В Заречном переменная облачность. Атмосферное давление 740-742 миллиметров ртутного столба. Ветер рукозападный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем 18-19 градусов тепла. Ночью 12-15 градусов выше нуля. Хорошего вам дня и с добрым утром! Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Проголодались? Тогда к нам, в Цезарь. Для вас уютная обстановка, разнообразие блюд, приемлемые цены. Обеды от 100 рублей. Прием заказов на проведение юбилеев, свадеб, выпускных вечеров. Ждем вас в торговом центре Дубрава, улица Ленина, 20А, первый этаж. Кафе «Цезарь». Готовим сытно, вкусно, незабываемо. Стоматологический центр «Дента». Качественное лечение, протезирование, современные материалы, приемлемые цены, дисконтная система скидок. Инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны персональная скидка 10%. Город Заречный, проспект Мира, 15А. Телефоны 60 64 88, 60 45 87, 79 64 41. Стоматологический центр «Дента». Высокое качество лечения по разумным ценам. Сенсационное предложение в честь открытия гипермаркета «Магнит». Сосиски 149 90. Ждем вас каждый день по адресу торговый центр Дубрава, Ленина, 18А. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доброе утро, Заречный! И снова всем доброе утро! Хочу напомнить, что мы вчера разыгрывали билеты на областной музыкальный фестиваль КВН «Сурские зори». Телезрителям необходимо было правильно ответить на вопрос. В 2013 году зареченская команда Сала Калимов принимала участие в фестивале «Сурские зори». Какую награду, а именно какого кота-бегемота получила команда? Правильный ответ – малый золотой кот-бегемот. Первым правильно ответившим стал Сергей Голованов. Надеемся, Сергею понравилась игра. Ну а те, кто по каким-то причинам не побывал на фестивале «Сурские зори», сегодня может прийти в Театр юного зрителя и посмотреть премьеру нового спектакля. Все подробности у Алины Храмовой. В Театре юного зрителя вовсю двигают мебель. По трубам на сцене течет вода, а актеры втихомолку едят конфеты. Да, но вы не беспокойтесь, все в порядке вещей. Все это для нового спектакля, ну кроме конфет. Постановка называется «Лунапарк имени Луначарского». Ее премьера состоится 26 июня. Режиссер спектакля Михаил Гаврилов. Пьесу современного российского драматурга Ксении Драгунской Михаил впервые услышал год назад начитки в одном из московских театров. И сама история, и ее персонажи показались Заречницу очень знакомыми и близкими. И опять-таки узнаваемый для нашего Заречного маленький город Крышкин. Правда, он там районный центр обозначен, но мы его тоже делаем как бы таким маленьким провинциальным. И его взаимоотношения со столичным, ну со столицей, с Москвой. То есть какие-то вот это все родные для нас такие истории, как мне кажется, наши семейные внутри маленького города. Наше там стремление куда-то может быть уехать в Москву. Новая постановка рождалась трудно. Не просто оказалось перенести на сцену невероятные, порой абсурдные события пьесы. К тому же «Лунопарк» имени Луначарского стал одним из тех немногих спектаклей, в которых задействована практически вся театральная труппа. В ходе действия используется огромное количество реквизита, а сценическое пространство заполнено сложными декорациями. Чего стоят одни только водосточные трубы, протянувшиеся через всю сцену. А во время спектакля по ним будет течь вода. Ну просто вот у нас тоже такая была идея и желание, чтобы что-то еще было на сцене, чтобы глаз радовался, да, что какие-то элементы, которые работают другим планом. Это опять-таки там живая вода, которой захотелось вот эту речку ее оживить, и чтобы она была видима, чтобы по ней плавали кораблики, там, я не знаю, и она текла реально, по-настоящему. В этом плане очень тяжело, и я уже сам, когда мы все это вынесли на сцену, я уже подумал, что на следующий спектакль я буду делать на пустой сцене. Кроме сложного оформления спектакля возникали и другие трудности. Из-за большой занятости актеров в других спектаклях, подготовки к другим премьерам, городским представлениям, дату премьеры пришлось перенести. Не просто складывалась и работа над материалом пьесы. Банальная, на первый взгляд, история взаимоотношений москвички и провинциала преподана настолько гротескно, порой абсурдно, что сверхзадачу спектакля определить удалось не сразу. При первой читке на труппу задавали именно об этом вопрос, что не все увидели вообще, а что хорошего-то где вот в этой жизни, где же тут в этой пьесе тот самый огонек. Вот мы его искали. Дорогие зрители, присоединяйтесь и вы к поискам светлого огонька, и не только в сценическом действии, но и в своей собственной жизни. Хочется поговорить как раз о том, что часто в погоне за какими-то модными, какими-то внешними вещами мы забываем, может быть, о другом, о чем-то. Мне кажется, это в жизни у нашей сейчас очень много. Жизнь ускоряется, а скорость, она же никогда не способствует тому, чтобы задуматься. Для этого нужно остановиться. Может быть, вот это и было бы хорошо, если бы вот в этот момент, в этом спектакле, зритель, который сидит в зале, он чуть-чуть приостановился. А в храмах тех, кинотеатр, планетарий и молочный цех. Мы крышкинцы, и этим мы горды. Не знаю, как крышкинцам, а вот нам, зареченцам, есть чем гордиться. Хотя бы тем же театром юного зрителя. Кстати, а ведь и конкурс выпускники 2014 проходил на площади у Тюза. Выпускницы такие все красивые ходили. Эх. В общем, смотрим и не забываем голосовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok